Чтобы закончить рассказ об этом символе, когда кому-то удается гармонизировать эти противоположные энергии внутри своей философской почвы, то есть теле, когда человек начинает мудро использовать эти энергии, то такой человек становится очень могущественным и приобретает власть и авторитет. Даже Коммунистическая партия использовала древние символы. Например, вот эти. Хорошо немного напомнить историю этого символа. Опять-таки этот символ связан с Зевсом. По легенде Зевса отнесли в укромное место на горе Айда. И о нем заботились несколько богов или полубогов, среди которых был Сатир и Казак. Казак скамливал Зевса молоком. Однажды, когда Зевс играл с козой случайно, так как он был очень сильным даже в младенчестве, он отломил один рог. Просто случайно. Но по легенде этот рог стал источником нескончаемой пищи, еды, питания. И таким образом этот рог преобразовался в рог изобилия. Это уже возрослевший Зевс с рогом изобилия. А здесь мы видим Сатира в летнем саду в Петербурге. Это очень интересная фигура. Самый известный Сатир был Бог Пан. Очень странный, правда ли? Как же такое отвратительное существо могло быть Богом? Он символизировал страсть. С одной стороны страсть в музыке. Он играл на флете. А также символизировал страсть к женщинам. Именно поэтому его почти всегда изображают в окружении женщин, по крайней мере одной женщины. Пожалуйста, запомните, что у него есть рога. Козлиные рога. Так же как у газы, которая кормила Зевса. Например, когите. Или как у барана. Но он также имеет отношение к другому символу. К вот этому символу огня. Таким образом существует взаимосвязь. Рога, огонь, энергия. Энергия. Энергия энтузиазма. Энергия энтузиазма. Где это? А где это? Это пан. Сатир. Или фаван. Или фаван. Или фаван. Или фаван. Или фаван. И два младенца ангела, которые играют на роге. Сатир. Опять-таки рог, рога. Страсть в музыке. А кто это? Моисей. 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 А почему же у Моисея рога? Потому что рога символизирует огонь и энергию. И вот этот низменный огонь животного, огонь страсти, должен быть преобразован в свет. Моисей. Посмотрите сюда. Здесь не очень четко видно. Моисей, в факт, был лучи света, которые исходили из его головы. Он преобразовал рога в лучи света. Но здесь это четче видно. Итак, пан представляет сырую, необработанную энергию, которую нам еще предстоит преобразовать, когда мы работаем со своей философской почвой и преобразуем эту низменную энергию в свет. Опять-таки, взаимосвязь между рогами и огнем. А это из геральтики. Оленя мужского пола. Маля мужского пола. Огонь. Огонь. Книга означает знание. Это одна из моих самых любимых скульптур. Одна скульптура расположена рядом с другой. Она передает послание, нужно изучать путь для приобретения того, нужно изучать как преобразовывать энергию в свет. Птица. Вспомните ориоль. Это символ земли, символ высшей энергии. Птица символизирует небеса и высшие энергии. То есть нужно преобразовать низменные энергии в высшие. Вот здесь это более четко видно. Это существо полузмея, полуптица. Это символ говорит о том, что птица должна проглотить змею. Это, кстати, тоже символ из этой библиотеки. А вот это из Геральдики. А вот это флаг Мексики. Здесь мы видим орла, которые поглощают змею. И если мы вернемся к статуе из Ганчины, то мы увидим, что на заднем плане у этой статуи голова стрека. Это символизирует ту часть внутри нас, которую Карл Густав Юнг назвал высшим Я. У нас есть высшая часть сознания, а также низменная животная часть страсти. Мы дуальны. Это уже вторая дуальность. Как мы можем это обнаружить в себе? Смотреть в зеркало. Означает направлять внимание на нас самих, самонаблюдаться. Осознавать наши мысли, наши эмоции, наши инстинкты. И тогда мы обнаружим, что у нас есть также и высшая Я, а также змея. У астеков был известный бог, Кетсакуатр. Он был изображен в виде пернатого змея. Но здесь мы видим две змеи, а не только одна. Они находятся у ног, в нижней части этого человека. Но их нужно вознести вверх. Как это изображено на Кадусе и Меркурии. Здесь мы видим две восходящие змеи. И когда это достигнуто, мы получаем рог изобилия. Ангел-младенец с Кадусеем и с Рогом изобилия. Это еще одно послание. Мы должны стать как дети. А что же это означает? Ну, конечно, потребуется более долгое объяснение. В моих лекциях, в моих занятиях я объясняю это более детально. Но на сегодня давайте ограничимся таким коротким объяснением. Это имеется ввиду, что нужно иметь ум ребенка. и чистое сознание. Таким образом, когда змеи восходят вверх, раскрываются крылья орла. И мы получаем изобилие. Вот это то место, где змеи должны закончить свой путь. В голове. В мозгу. Змеи и опять шишка. И крылья. Это голова Гермеса Трисмегиста. И опять взаимосвязь с огнем. И крыльями. Таким образом, энергия должна достичь головы. Это означает, что мы должны подпитывать наш мозг этой энергией. и активировать те участки мозга, которые пока не активированы. И самая важная часть мозга, которую нужно активировать, это та часть, которая символизируется сосновой шишкой. Поверьте мне, это город Гермеса. Гермес здесь везде. На всех зданиях. Даже на современных. Например, на галерее. Послание. Послание также означает, не тратьте понапрасну эти энергии. Потому что с вами произойдет то, что произошло с психией. Вы знаете, что это греческое слово. Означающее душа. И в современном значении оно используется психика. Психию оставил Амур. Когда она разлила масло из своей лампы. Что символизирует пустую трату своих психических энергий. Амур, конечно же, символизирует любовь, красоту, свет, мудрость. Все, что относится к высшим сферам. Существует известный сосуд, который называется сосудом Гермеса. И считается, что нам не нужно разливать энергию, которая содержится в этом сосуде. Мы видим, что здесь горит огонь. Это та энергия, которую мы должны сохранить в себе. И опять мы видим голову барана. Энергию пана. Здесь опять мы видим сосуд Гермеса. Который уже был преобразован в рог изобилия. И два типа энергий. Противоположных. Потому что мы видим одно смеющаяся лица, одно плачущая. И мы видим сочетание низменного животного с высшим. Нижняя часть относится к козлу или барану. Как пан. А верхняя часть относится к птицам. Противоположных. Противоположных. Противоположных.